Снова в школу. Родители краснодарских выпускников сели за парты. Поменялись местами со своими сыновьями и дочерьми для того, чтобы сдать единый госэкзамен по русскому языку. Это всероссийская деловая игра. Второй год ее проводит Рособранадзор. В одном из пунктов приема экзамена побывала наша съемочная группа. Справились ли родители с ЕГЭ, расскажет Татьяна Леонова. В третьей гимназии собрались 45 отважных мам и пап, которые все-таки решились. Анна Суколова идет к столу уверенной походкой. В школе была хорошисткой. ЕГЭ, конечно, не сдавала, но говорит, что ничего страшного в этом нет. На экзамен пришла, чтобы поддержать дочь. Аделина учится в 37-й школе. Как бы самой интересно пройти этот этап, как все это все-таки происходит. Испытать на собственном примере, рассказать это дочери, чтобы меньше волновались, наверное. То есть посмотреть изнутри всю эту ситуацию, весь этот экзамен ЕГЭ, которым так пугают. Сначала построение и распределение по аудиториям. Теперь передвигаться по школе можно только сопровождающим. Несколько раз проверка на шпаргалке. Сразу скажу, что не нашли ни одной. Здесь все как на настоящем экзамене. С собой можно брать только ручку и паспорт. В аудиторию можно зайти после проверки металлоискателем. В аудиторию пускают строго по одному. Когда все заняли места, начинается подготовка к тестированию. Конверт с заданиями вскрывают перед родителями. Тут же из диска печатают раздаточные материалы. Бланки с тестами и задания для эссе. Для этого в классе есть и компьютер, и принтер. Учителя уверены, что такой эксперимент поможет родителям потом психологически поддержать детей. Ведь именно на это и нацелена акция. Родители могли с заданием только ознакомиться или пройти испытания полностью за три с половиной часа. На каждом родительском собрании родителям рассказывают. Но одно дело теория, и другое дело практика. Когда мы будем рассказывать, что так все хорошо, когда ты сам попробуешь, поучаствуешь в этой роли, тогда, наверное, и детям можно будет сказать, что это не так страшно. Вас там ждут, и вы напишите, и это будет очень легко. Все, что происходит в аудитории, записывают камеры видеонаблюдения. Онлайн-трансляцию отслеживает технический специалист в штабе. По всему краю вспомнить грамматику и словесность сегодня решили более трех тысяч мам и пап-школьников. В 2017-м желающих было втрое меньше. В Краснодаре в эксперименте приняли участие около ста человек. Для старшеклассников в этом году досрочный период сдачи госэкзамена начнется 21 марта. По поводу самой процедуры ЕГЭ переживать не стоит. В этом уже убедились участники сегодняшней акции. Самое время готовиться, чтобы получить высокие баллы.